Упадок сил, слабость, вялость, быстрая утомляемость, бессилие, проснулся и уже устал, сонливость, не чувствую себя отдохнувшим после полноценного сна, снижение концентрации, ухудшение памяти. Синдром хронической усталости в наше время знаком многим из нас, однако признаки эти могут иметь место при целом ряде заболеваний и болезненных состояний. Именно это мы сегодня будем обсуждать с врачом-эндокринологом. В студии у нас врач-эндокринолог Ванда Карагот. Ванда, добрый день. Вот есть ли такое прям заболевание, как синдром хронической усталости? Ну, вообще, если мы говорим о международной классификации болезней, с которой на сегодняшний день работают все классические доктора, то действительно есть такое заболевание, как усталость. Усталость. Усталость, да. Р53 он классифицируется, да. И это является диагнозом исключения, да. То есть только полтора-два процента людей вот со всеми теми клиническими проявлениями, которые вы только что перечислили, могут кодироваться под этим кодом МКБ. Все остальное требует, конечно, тщательной диагностики и обследования, потому что нужно действительно исключить ряд соматических заболеваний, да. В основном это системы кроветворения, это система срежиссодистых, это ревматические заболевания, это гастроэнтерология. То есть, ну, в принципе, любая область человека может сопровождаться вот этими симптомами усталости и слабости. То есть получается, что вот если человек приходит на прием и говорит об этом всем, да, там о плохом сне, о вялости, усталости, сонливости, ну, вот мы сейчас чуть подробнее это разберем, то есть это могут быть причины, признаками каких-то соматических заболеваний, да. Но также это, ну, и сейчас это очень актуально и модно, да, ввиду нашего ритма жизни, говорить о дефиците витаминов, минеральных веществ, потому что, ну, практически все витамины, минеральные вещества являются кофакторами для всех химических реакций, да, то есть для того, чтобы доставлять вот эту энергию в клеточки для работы активной наших митохондрии, это энергетические станции нашего организма. Поэтому тут поле непаханное. Хорошо, ну вот у нас нету сегодня ставить цели, ставить диагнозы, у нас нет такой цели ставить диагнозы нашим зрителям, но тем не менее, если сейчас кто-то нас услышит и о тех симптомах, о которых мы будем говорить, пусть это, ну, станет таким тревожным звоночком, может быть, правда, нужно пойти к врачу и как-то, ну, проверить свое состояние, может быть, действительно есть какие-то заболевания. Ну, вот, например, человек просыпается утром, вроде бы спал нормально, там, как обычно, часов 7-8, и чувствует себя уставшим, как будто бы он не выспался, как будто бы он сонный, и это не один день, а это на протяжении какого-то времени, и эта сонливость продолжается в течение дня, вялая сонливость. Вот какие здесь тревожные звонки могут быть? Ну, тревожные звонки мы уже все перечислили, собственно, да, то есть это уже хранится. А, то есть тревожные звонки, это только мы реагируем. Что за этим может стоять? То есть за этим может стоять, может быть. То есть я как эндокринолог, да, в первую очередь исключаю свои заболевания, да, то есть это заболевания щитовидной железы. У нас тем более эндемичный регион по заболеваниям щитовидной железы, мы исключаем гипотиреоз, то есть снижение функций щитовидной железы. То есть мы исключаем сейчас заболевание надпочников, то есть гипофункцию надпочников, тем более то, что активно идёт назначение различными специалистами гормональных препаратов. Некоторые пациенты некомплентно отменяют, да, и, соответственно, вот это вот на синдроме отмены этих гормональных препаратов, я имею в виду, кортигоидов, вызывая надпочниковую недостаточность. Это анемия, да, очень часто распространено. Их это железо, да? Ну, это не только дефицит железа, это анемия, может быть, и фолиевая дефицитная, да, сейчас очень модно говорить о гипергомоцистеиномии, которая вот, это дефицит фолиевой кислоты, по факту, да, то есть, но она очень важна для того, чтобы поддерживать здоровье наших сосудов, потому что, ну, наше здоровье, да, наша молодость и красота, это вот то, в каком состоянии находится эндотелий, да, внутренняя оболочка, выстилка наших сосудов. Да, даже вот говорят, что возраст можно, с одной стороны, у нас есть паспортный возраст, да, есть возраст, как мы выглядим, глядя на себя в зеркале, сколько нам можно летать, и по нашим сосудам, на самом деле, определяется настоящий возраст. Это вот как Фаина Раневская, да, говорила, то есть, какой смысл в том, чтобы, да, фасад свой украшать, если трубу проржавели, поэтому нужно в первую очередь, конечно, думать о том, что изнутри, да, поэтому вот анемия, почники, щитовидная железа, конечно, смотрим на возраст, ну, мужчины или женщины, потому что и тот, и тот гендер, конечно, для определенного возраста характерен дефицит гормональный, поэтому для, ну, идет соответствующее еще направление к параллельным смежным специалистам, к онкорологам, к онкорологам, к гинекологам для того, чтобы назначить заместительную, там, терапию женскими и мужскими половыми гормонами. Хорошо, вот такой симптом. Жажда в течение дня, такая сухость во рту, хороший аппетит, но при этом, может быть, даже снижение веса. Вот это тоже тревожный какой-то момент? Ну, вот тут как-то сразу два заболевания, но они параллельно, да, текущих, то есть, ну, жажда, она чаще всего у нас, ну, это что, и... Повышенный аппетит, может быть, могут быть долго незаживающие ранки. Да-да-да, вот тут уже. Ну, сахарный диабет, да, в первую очередь, что, опять же, еще кожный зуд, да, часто жалуются женщины на зуд в гениталиях. То есть это может быть признаками нарушения углеводного обмена, да, то есть не истинный сахарный диабет, а вот только-только начинающие изменения. Как раз-таки вот на этом этапе можно во многом помочь человеку не допустить развития, ну, тех неблагоприятных последствий этих заболеваний, которые возможны были бы, да. Поэтому вот диабет, да, и второе, то, что вы сказали, что ем-ем и худею, но тут, как правило, это гиперфункция щитовидной железы, потому что, да, гормоны, контролируя все обменные процессы, да, усиливают вот эти вот эффекты катаболизма, распада энергии. Поэтому прогрессивно уменьшается объем мышечной ткани, ну, и человеку, конечно, что-то жить хочет, а не умереть, да, и активно вот это пытается восполнить путем потребления большого количества пищи. Вот не знаю, будет ли симптомом противоположный фактор, но давайте о нем тоже скажем. А если, наоборот, повышенный аппетит, и человек прям ест и набирает вес, это к психотерапевту или тоже к эндокринологу? Нет, ну вообще, на самом деле, тут можно много о чем говорить. Конечно, всегда человек с ожирением, это всегда человек с проблемами нарушения пищевого поведения. И всегда я стараюсь лично в своей практике, ну, работать со смежными специалистами, то есть психотерапевтами, которые специализируются, да, на нарушениях пищевого поведения. Но опять же, тут не только контроль, да, то есть и гормоны, да, тут формируется порочный круг. Вот эта жировая ткань, это не только косметический дефект, эта жировая ткань, это огромный колоссальный гормональный орган, да, то есть там вырабатывается огромное количество лептина, да, который нас заставляет есть, инсулина, да, то есть это нормальные гормоны, но когда вот этот гомеосаз этот ломается, то есть это все начинает работать против нас, и человеку, безусловно, нужно помочь. Вот, Ванда, если, например, забывчивость, прям какая-то такая, прям, ну не то чтобы потеря памяти, ну такая рассеянность, такое ощущение, что трудно сконцентрироваться, вот такие симптомы, они могут тоже говорить о каких-то конкретных заболеваниях? Или это просто какой-то такой вот... Опять же, тут надо проанализировать всё, поэтому я всегда, вот, Свету, придите к доктору, да, доктор всё в кучу соберёт и наиболее вот расставит акценты важные, потому что это может быть из-за ритма жизни просто, человек абсолютно здоров, но ввиду своего ритма жизни, да, то есть недостаточно отдыхать, да, чрезмерные стрессы, чрезмерные стрессы увеличивают потребность, там, в витаминах, минеральных веществах, да, особых, это может быть и гипотириоз, о котором мы уже поминали, это могут быть нарушения углеводного обмена, то есть, ну, будет настолько это всё многофакторно, то есть сейчас очень активно мы говорим о дефиците, ну, разнообразных витаминов, да, то есть витамины группы В крайне важны, без них, ну, человек не может, это дефицит витамина Д, это дефицит железа, поэтому, ну, и, в принципе, каждый из этих аспектов, ну, достоин того, чтобы, например, обследовать, может быть, даже лабораторно, да, и чтобы прицельно помочь человеку, потому что, если мы уже говорим, многие задают вопросы, а можно ли пить витамины? То есть, если вот, ну, прийти в аптеку, взять просто банку поливитамин, не, ну, конечно, мы не навредим, да, то есть, как заповедь медицинская, гласить, не навреди, но мы ей не поможем, да, потому что... Да, хочется как-то вот точечно в то место, ну, или, во всяком случае, над чем мы работаем, когда мы... Да, вот эти витамины, которые вот в комплексе у нас в аптеке зарегистрированы, вот эти вот, и они настолько в маленьких количествах, то есть, 15-30% отсуточной нормы, а когда мы говорим о дефиците уже, там, выраженном, то мы вряд ли поможем, тут другая дозировка, другая длительность лечения, и плюс еще нужно учитывать то, что некоторые витамины, они антагонисты друг друга, то есть, они могут... Один пьем, а другой... Да, или могут нейтрализировать, либо полностью блокировать действие. У нас есть вопросы от зрителей, давайте послушаем их, ответим. Говорят, что при хронической усталости необходимо проверить щитовидку. Как это сделать? Вообще, вот как следить за щитовидкой, как проверять щитовидку? Можно ли так в двух словах об этом сказать? Вообще, конечно, например, если мы говорим об УЗИ, то это не скрининговый метод, да, и только после осмотра, ну, там, если есть какое-то подозрение, да, о том, что там что-то не так, мы направляем пациента на УЗИ. Ну, наиболее простой метод, и сейчас, в принципе, в каждой лаборатории он делается, это просто, это определение тереотропного гормона. Это гормон, который, да, вырабатывается у нас в гипофизе и контролирует функцию щитовидной железы. То есть, по нему можно определить, все ли в порядке или есть ли какие-то... Есть нюансы, когда, например, ТТГ может быть повышено, понижено на периферии, все нормально, поэтому все-таки лучше сдать ТТГ, свободный Т4 и свободный Т3. Именно вот тероксин, триотиранин, да, мы сдаем в свободные фракции, потому что, ну, они могут быть неточными, если сдать общий зависимость от количества. То есть, крови, осмотр врача и УЗИ, если врач назначит, если это будет необходимо. Если только по назначению, да. Если это необходимо. Смотрим следующий вопрос. Скажите, каких витаминов может не хватать при хронической усталости? Ну, в общем-то, есть наш разговор об этом. Ну, вот можно ли какой-то, ну, посоветовать, какие витамины всегда будут уместны? Всегда уместны, это витамин Д. У нас у всех 96% дефицит. Даже летом? Даже в нашей широте, где много солнца? Ну, даже летом мы сидим с утра до ночи в офисах, да. Вот если мы лежим звездой на полежу 2 часа каждый день, тогда, конечно, наверняка, что дефицита этого не будет. При условии здоровой печени и почек. Потому что, да, вот эта вот вся нативная форма, которая под действием ферментов печени и почек превращается в активный гормон, который уже оказывает все свои метаболические эффекты. То есть витаминов Д. Витамины группы В, то есть их там много, витаминоподобные вещества, да, которые, вот, в том числе L-карнитин, да, если мы говорим о дефектах митохондрии. Это витамин С, это антиоксидант, это витамины Е, А, то есть это обязательно. Ну, в общем-то, все, дорогие друзья, витамины нам необходимы. Еще один вопрос. Скажите, а какие продукты должны быть в рационе, чтобы быть бодрым и быть в тонусе? Да, мы всегда хотим волшебную таблетку и волшебный продукт. Вот сейчас Ванда назовет волшебный продукт, мы пойдем его съедим и будем в тонусе. Ну, я, как всегда, закончу рациональным питанием. То есть питание должно быть сбалансированное, полноценное, разнообразное. Таким образом, то есть мы будем восполнять все необходимые вещества, то есть микро-макроэлементы, витамины. Поэтому мало кто на сегодняшний день может похвастаться, ну, приличным рационом. Я была уверена, что вы скажете там сейчас яблоко или гранат или авокадо, и вы побежали его купить в среде. Нет вредных и полезных продуктов. В каждом продукте мы можем получить что-то полезное, да. И при переедании какого-то продукта мы можем, ну, схлопотать что-то, то, чего мы бы не хотели. Поэтому все есть яд и все есть лекарства. Поэтому все хорошо. Вот, знаете, Ванда, в завершении нашего разговора я вот делаю такой вывод и хочу этим выводом поделиться с нашими зрителями, что вот все-таки если есть вот эти симптомы, вялость, усталость, ну, и прочее, о чем вот мы говорили, ну, все-таки с этим разбираться, да, вот приходить к врачу, задавать вопросы, делать те анализы, которые, ну, врач подскажет, они в данной ситуации нужны, наверное, вырабатывать какой-то свой вот режим питания для себя, да, и деятельности, ну, и если это витамины или какие-то пищевые, там, добавки или прочие препараты, чтобы все-таки это было точечно направлено и для конкретного человека. Потому что общие советы, все важно, все ценно, но... Мы все разные, да, и сегодня вот еще хочу сказать, то, что мы все-таки приходим к генетике, да, потому что это очень многозначимый фактор генетический. И на сегодняшний день есть люди, которые согласны задавать генетические паспорта, то есть и работать с ними намного проще, да, и то есть человек... Тогда понятно, что организму хорошо, что организму не очень хорошо. Потому что мы все абсолютно разные, да, то есть генетически, то есть разным, там, активностью ферментов, поэтому, получив генетический паспорт, мы не пальцем в небо тыкаем, да, а мы прицельно помогаем действительно человеку жить качественно. Спасибо большое. В студии у нас была врач-эндокринолог Ванда Карагот. И на сегодня это все. Я благодарю всех, кто провел это время вместе с нами. Всем самого доброго и до встречи.